В эфире канал ННТ Новости Дагестан, в студии Белла Ахмедова. Здравствуйте! Вот о чем пойдет речь сегодня в эфире. Самая большая в Южном Дагестане. В городе Дагестанские огни торжественно открыли новую мечеть. Оказывается, все дело в раздутых Штатах. Сергей Меликов назвал главную причину задержки зарплат учителям Республики. Керомонные ловушки от Россельхознадзора. О том, кого и на что ловят, расскажем в выпуске. Десять медалей и все у наших тайбоксеров. Итоги чемпионата России подведем в спортивном блоке. Первый рамадан в новой мечети. В городе Дагестанские огни торжественно открыли самую большую мечеть в Южном Дагестане. На церемонию приехали десятки почетных гостей, среди которых и духовный лидер Республики шейх Ахмад Афанди. Подробности в сюжете Хамзу Нурмагомедова. Первый рамадан в новой крупной мечети. Для Южного Дагестана это грандиозное событие. На торжественное открытие в Дагестанские огни приехали десятки почетных гостей, среди которых духовный лидер Республики шейх Ахмад Афанди. Государство, начиная с главы страны президента и до самого низкого чиновника, все анализируя, поняли, что от ислама, истинного, традиционного ислама, можно ожидать только пользу. Министры, депутаты, главы городов и районов, муфти и регионов России, а также зарубежные гости. Все они говорили о пользе религии и значимости подобных сооружений. Примите мои самые искренние слова поздравления по случаю открытия мечети. Это знаменательное событие еще раз подчеркивает приверженность своим религиозным и историческим традициям дагестанцев, для которых ислам и духовные ценности являются исключительным значением иметь. Уверен, что эта мечеть станет настоящим украшением города и республики. Приятно, что взаимодействие администрации города и муфтиата Дагестана с каждым годом только крепнет. Все мероприятия в сфере духовно-нравственного воспитания молодежи, противостояние распространения идеологии, экстремизма и терроризма проводятся совместно с отделом просвещения муфтиата Республики Дагестан по городу Дагестанские огни. Мы открыты к расширению и углублению нашего сотрудничества. Дом Всевышнего будет местом взаимопонимания. Пусть будет Дом Всевышнего местом, чтобы не было разногласия. Чтобы этот Дом Всевышнего был местом для патриотического воспитания нашей молодежи. Вместимость новой мечети рассчитана на 6500 человек. Она имеет цокольные и два полноценных этажа. А вот общая площадь культового сооружения вместе с двором составляет более 20 тысяч квадратных метров. Это как два больших футбольных поля. Открытие этого Дома Аллаха – это объединительный фактор, потому что в Южном Дагестане тоже очень много разных национальностей, которые объединяют одна вера – это вера Всевышнего Аллаха, исламская религия. Это, кроме всего прочего, воспитательный фактор. Мне было очень приятно присутствовать на этом мажлице, потому что этот мажлиц очень барракатный. Присутствовал сам шейх Ахмад Хаджи. Были много гостей, уважаемых людей. Я еще раз хочу выразить благодарность за то, что пригласили от всего чеченского народа, от представительства главы Чеченской республики Рамзана Ахмадыча Кадырова. Возведение мечети, а также возможность оказать какое-либо содействие в подобных делах – это огромная милость от Всевышнего для исламской уммы. Этим показывается, что власти уважают и религию, и религия уважает власти, и что они в одном русле идут, а когда вместе в одном направлении идешь, это всегда очень хорошо и очень больше и много пользы от этого. Праздничное мероприятие завершилось коллективным разговением. Столы были накрыты на 15 тысяч человек. Для них известные авторы нашидов также исполняли свои лучшие произведения. Хамз Нурмагамедов, Халида Ахмаев, Ислам Хариков, Мурат Бигбарзов, телеканал ННТ, Дагестанские огни. К другим темам. Одна из причин задержки зарплат в образовательной сфере – это раздутый штат сотрудников и трудоустройство по родственному признаку. Об этом заявил глава региона Сергей Меликов на заседании Республиканской комиссии по противодействию коррупции. Меликов подчеркнул, что в отношении руководителей, злоупотребляющих должностными полномочиями, будут приниматься жесткие меры. Не может быть в школе, где 65 учеников, 9 заместителей директора. Но мы же понимаем, кто на эти должности назначается. Там из этих 9 заместителей обязательно 4 будут кому-то близки. А учителя физкультуры, как я говорил, вместо того, чтобы детей учить играть в футбол, ездят у вас на переднем сиденье в качестве охранника. И вот в результате вот этих назначений учителям, которые действительно преподают историю, литературу, родной язык, им денег не хватило. Я вас предупредил, там, где глава связан с коррупционными проявлениями в отношении использования своего должностного положения, разговора никакого ни с кем не будет. Никакого разговора ни с кем не будет. Не обижайтесь на меня. Ничего личного. 24 марта значится в календаре как Всемирный день борьбы против туберкулеза. Врачи республиканского противотуберкулезного диспансера подошли к этой дате основательно. Уже несколько дней в парке имени 50-летия октября стоит передвижной флярограф, где каждый горожанин абсолютно бесплатно может проверить свои легкие. По словам специалистов, в последнее время статистика больных туберкулезом в регионе пошла на спад. И все это во многом благодаря своевременной диагностике. Туберкулез – хроническое инфекционное заболевание. Коварность заключается в том, что она выявляется очень поздно, протекает медленно. Медленно, когда протекает, проходит адаптация организма и выявляется в очень поздних стадиях. Могут только выявиться, даже когда начинается кровохаркание. Поэтому ее лучший заранее, самый лучший метод, ранний метод выявления, это, конечно, взрослых флюорографическое обследование, а детское население – это диагностика и детские обследования. Ран как дня борьбы с туберкулезом, республиканская инфекционная больница решила поддержать своих коллег, привлечь тем самым сюда волонтеров-медиков, провести скрининг среди населения, обследовать людей на гепатиты B, C, сифилис и ВИЧ. Тестирование могут пройти абсолютно бесплатно, без никаких документов. Можно ли лечить зубы во время Рамадана? Врачи говорят, что можно. Но если вы все же боитесь нарушить пост, решение есть. Стоматологическая клиника «Методент» весь священный месяц открывает третью смену с 10 вечера до 3 часов ночи. Продолжение темы – сюжет по темат Ханаповой. Здоровье требует непрерывной заботы, независимо от времени года. А зубная боль зачастую вообще возникает внезапно. Вместе с Рамадан многие постящиеся боятся посещать стоматолога. Для таких пациентов стоматологическая клиника «Методент» нашла решение. В первую очередь хотелось бы поздравить всех мусульман с началом священного месяца. Пожелать мира и добра в каждом доме. Ввиду страха нарушения поста в месяц Рамадан, многие из пациентов боятся проходить на лечение зубов, несмотря на то, что пост не нарушается. Учитывая это, мы ввели третью смену с 10 ночи до 3 часов утра, то есть от Эфтара до Сухура. В клинике предоставлен весь спектр стоматологических услуг – терапия, зубная хирургия, имплантация, ортодонтия и парадонтология. Ну и как же без детского отделения? Здесь все для комфорта юных пациентов. Большинство услуг в «Методент» доступны и в рассрочку. У нас в клинике проводится бесплатная комплексная консультация. Кроме того, у нас также действует бонусная система. При первом приеме у вас действует скидка 5%, то есть бонусная карта. Система у нас накопительная и скидка будет только возрастать. Дневные приемы также доступны в месяц Рамадан. Стоматологическая клиника «Методент» работает круглосуточно. Почувствовали острую резкую боль? Не терпи, здесь готовы вам помочь 24 на 7. Все, что нужно сделать, позвонить по номеру 215-00. Патимат Ханапова, Нурмагамид Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Томатная моль, табачная белокрылка, западный цветочный трипс. С этими вредителями овощных культур в разгар весны начинается самая активная борьба. А пожирают насекомые гектары зеленой растительности. В связи с этим инспекторы Ростельхознадзора приступили к установке феромонных ловушек. В этом году запланировано вывесить более 7 тысяч таких конструкций. Этот способ признан наиболее экономичным и точным методом учета многих карантинных видов насекомых. Нарушение осанки, проблемы с суставами, патологии ног и последствия травм – все эти проблемы может решить правильно подобранная обувь. Крупнейшая сеть ортопедических салонов расширила ассортимент и объявила о снижении цен в Рамадан. Слово Лориане Шамхалаевой. Никогда не сканировали стопы? Тогда вы точно не знаете об их состоянии. Они бывают не только разной длины, но и имеют различные ортопедические заболевания. Все это нужно выяснить перед покупкой обуви. Здесь, в салоне Орто-Сити, данную процедуру можно пройти бесплатно с помощью компьютерного оборудования-плантографа. Это займет несколько минут. Прибор выводит снимок на монитор. По этим данным врач определяет, в каком состоянии находятся своды стоп и справляются ли они с получаемой нагрузкой. Биомеханический орган человека, который несет очень огромные нагрузки ежедневно. Поэтому, учитывая, что вот эти особенности, анатомические особенности стопы, всегда надо подбирать правильную обувь, чтобы не нарушить вот эти биомеханику этой стопы. Обувь обычно люди как делают? Обычно люди подстраиваются под модельную обувь, начинают носить. И вот здесь начинают возникать проблемы с ногами. Мы же рекомендуем врачи, наоборот, подбирать обувь именно относительно формы стоп. На сегодняшний день насчитывается где-то 10 морфотипов стоп. По словам консультантов, европейская ортопедическая обувь, представленная в салоне в этом сезоне, не только помогает заботиться о здоровье опорно-двигательной системы детей и взрослых, но и соответствует всем дизайнерским трендам. Чаще всего люди к нам приходят подобрать обувь для своего ребёнка, для детского сада. На данный момент очень многие люди берут обувь для отдыха, например, чтобы поехать в санаторий. Хитом продажи является обувь Браво. Она яркая, классная, удобная. Стелька мягкая, новая стелька, софт, за счёт чего даёт комфорт, удобство ношения. Также у нас в салоне предоставлена обувь Баден, хит продаж, такая же мягкая стелечка, удобная, пятифазная. Эта обувь в основном чаще берут те девочки, которые не хотят брать обувь с открытым носиком. Кто не хочет, покажет свои пальчики. Для работы, спорта, отдыха и даже для паломничества постоянные клиенты уверяют, что именно ортопедическая обувь незаменима в дальних поездках. Салон «Офта-Сити» у меня вообще ассоциируется с воспоминаниями о хадже, потому что прямо перед выездом в Мекку-Медину я пришёл сюда. Вот именно вот эти, я сейчас нашёл их, прям обрадовался, вот эти сандали взял себе. И не понимал, мне говорили, нагрузки колоссальные, а у меня с крестами проблемы, плоскостопие. В общем, весь набор, какой только можно, в ногах проблем есть. И реально, это обувь. Вот я просто всё на улыбке прошёл. Все, кто следили за моими соцсетями, в этом убедились. Сейчас близкие, родные, все знают, что вот приходить, брать и уверенно ходить, любые нагрузки. Весь священный месяц Рамадан в салоне «Орта-Сити» снижены цены на обувь. Здесь также можно приобрести подарочные сертификаты на 3, 5 и 10 тысяч рублей. Заказать индивидуальные стельки, подобрать компрессионный трикотаж, выбрать подушки и матрасы, а также медицинские изделия, необходимые для комфортной и здоровой жизни. Ларианна Шимхалаева, Магомед Магомедов, новости ННТ, Махачкала. Дагестанские тайбоксёры выиграли 10 медалей на чемпионате России. Соревнования прошли в Магнитогорске. В активе наших спортсменов 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. Победителями в своих весовых категориях стали Асадулла Имангазалиев и Гаджи Меджидов. В общекомандном зачете Дагестан занял второе место. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите наши новости также на телеграм-канале. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова